То Пушкинское базируется в селе Волошинки и сельского района. Товарищество возглавляет Игорь Самборецкий. Он рассказал, что его предшественник Николай Козленко посвятил сельхозформированию почти 30 лет своей жизни. В товариществе средняя заработная плата в нем составляет 199 тысяч тенге, серьезно подходит к работе и к своим обязательствам перед сельчанами. В Волошинском сельском округе проживают 982 человека. Площадь у нас 14 915 гектар. На сегодняшний день у нас пайщиков 907 человек. Каждый год мы с пайщиками рассчитываемся. Согласно расчетам на один земельный пай мы выдаем 3 центера сена. Затем выдаем 150 килограмм муки высшего сорта, 50 килограмм муки первого сорта, 54 килограмма отрубей. Плюс 3,6 центеров выдаем зерносмеси. Также производим подвоз соломы. Также мы выдаем пайи в денежном выражении. На сегодняшний день в денежном выражении пай составляет 22 500 тенге. На сегодня мы выдали уже наличными деньгами 6 626 363 тенге. То Пушкинская заботится о сельчанах. В этом году товарищество предоставило дом учителям, которые приехали работать в Волошинку. Предприятие заасфальтировало территории возле дома культуры, столовой и школы. Товарищество старается создать комфортные условия для учащихся и преподавателей. Школа преобразилась. Были заменены все дверные проемы, ну как принято называть, значит, межкомнатные двери, на которые было выделено 2 миллиона 100 тысяч. На всех трех этажах, коридорах лежит современный, так скажем, по зову времени, линолеум. Самая большая помощь, которая была оказана за последние два года, было принято решение, чтобы приобрести 9 кабинетов, проектор, персональный компьютер для учителя и переносная доска. А Райша Макалеева преподает в Волошинской средней школе историю и основы права. А еще занимает должность социального педагога. В учебном заведении трудится четвертый год. Поевые выплаты получает регулярно. Сено, солома у нас, мука выписывается. И в дополнение ко дню пожилым людям, да, вот у меня мама получает пенсию, она тоже в дополнение получает зерно. Это как бонус идет. Так что большое спасибо. То Пушкинска отремонтировала здание местной врачебной амбулатории. Комфортнее стало медикам и сельчанам. Кроме того, на деньги предприятия была разработана проектно-сметная документация для ремонта дорог в Волошинке. Прошла экспертиза смета. Область выделила нам 303 миллиона для этого проекта. Это 5,2 километра асфальтирования улиц внутри села Волошинка. На сегодняшний день уже есть подрядчики, где уже состоялась с ними встреча. Вот обговорили все нюансы, вопросы о двухгодичном договоре, где они вот уже в декабре начнут, приступят к работам. Это, то есть завезут инертный материал. Укладывать асфальт в селе начнут в мае 2024 года. В зимний период то Пушкинска очистит дороги в двух населенных пунктах. В селе Ивана-Петровке за аналогичные работы отвечают то дальнее. Паи мы регулярно по договору отдаем. В конце сентября, в начале октября мы уже выдали все паи. И на один пае у нас больше тонны. Причитается зерна. В этом году приобрели щебень и сделали отсыпку дороги. В селе клуб в этом году начали ремонтировать его. Ну, тоже за счет бюджета. Ну, а дальше там еще работы будут по внешней отделке и благоустройству территории. Это все, ну, будем мы брать на себя. Игорь Павлик пришел на работу в то дальнее в 2006 году. Участвует в полевых работах, помогает поддерживать порядок в селе зимой. Средняя заработная плата авто составляет 260 тысяч тенге. Как буран только начинается, все у нас уже трактор выезжает, все улицы, все чешает. До соседнего села и вплоть до трассы. В стольных условиях все устраивает. У нас проблем с паями не было. Всегда в свое время все отдает. Аналогичная ситуация с паевыми выплатами складывается в Омонгильдинском сельском округе. В нем проживает 625 человек. Каждый год, вовремя все. В этом году взяли в денежном выражении. В общей сложности это около 400 тысяч вышло. Это с учетом выплат, которые получила семья сельчанки. Она считает, что за последние годы Омонгильдинская преобразилась. В нем отремонтировали досуговый центр, который заработают до конца 2023 года. В 2021 году мы провели работы по ремонту подъездных путей 6 километров. И заасфальтировали 6 улиц из 9 селя Омонгильдинская. В прошлом году провели воду в Талакире и Поляковке. Все дома уже подключены к разводящей сети. В Омонгильдинском здесь из 178 дворов в 147 уже подвели. Школу в селе Омонгильдинском взяло под свое крыло то Аграхим Снаб. Товарищество занимается заменой окон в учебном заведении. По 2-3 класса будем ежегодно менять. С 2021 года вплотную подводим воду, потому что пришла централизованная вода. И, соответственно, стали подводить каждому в дом. Все, что связано с договорными обязательствами, выполняем в полном объеме и без нареканий. В 2023 году товарищество заложило под паевые выплаты свыше 50 миллионов тенге. То Аграхим Снаб предоставляет жилье своим работникам. Однокомнатная квартира в двухэтажном доме предоставлена. После окончания университета сразу же пришел. Получается, уже на данный момент работаю пятый месяц. Средняя заработная плата в то Аграхим Снаб составляет 300 тысяч тенге. Дарья Пашминцевова, Диму Дорисов, МТРК.